Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня предлагаю вам приготовить очень вкусное горячее блюдо, как на каждый день, так и на любой праздник. Это куриная запеканка. При таком способе приготовления курочка получается очень вкусной, сочной и картофель очень вкусный. Поэтому приготовьте, вы не пожалеете. Для приготовления нам понадобится мясо курицы, где-то 500 грамм. Нам нужно брать не куриное филе, оно более такое сухое мясо, а берите какое-то, вот у меня филе бедер или голень берите, ну то есть берите такое более жирненькое мясо курицы. Картофель, сырой картофель, где-то приблизительно 650 грамм. Два средних помидора, лучше использовать обычные помидоры, у меня вот не нашлось, только вот такие черрики маленькие, поэтому у меня побольше, где-то 150 грамм. Кусочек сыра 100 грамм, одна такая вот крупненькая луковица или две небольших. Сметана у нас будет в качестве такой заливки 200 грамм. Если любите, можно вместо сметаны использовать майонез. Также нам понадобится небольшое количество растительного масла для обжаривания, буквально 1-2 столовые ложки. Одна чайная ложка у меня будет паприки, одна полная чайная ложка горчицы, где-то пол чайной ложки чесночка сухого гранулированного. Если есть, используйте, если не любите, не используйте. Или можно заменить на один зубчик свежего чесночка, то есть смотрите по своему вкусу. И соль, перец по вкусу. Также вы можете использовать любые другие специи, которые вы предпочитаете, вот курочки. Первым делом нарезаем курочку небольшими кусочками. Сейчас солим по вкусу, перчим и добавляю я одну чайную ложку сладкой паприки. И хорошенько это перемешиваем. Сейчас берем сковороду, наливаем туда небольшое количество растительного масла, разогреваем и отправляем туда курочку. Нам нужно сейчас курочку как бы вот запечатать, чтобы соки все остались внутри. Мы просто вот до полуготовности ее обжариваем, чтобы появилась корочка и потом снимаем с огня. Делаем тонкие слайсы с картофеля. Можно просто ножом тонко нарезать. У меня вот такая терка, я ее использую, прекрасно делаются кружочки. Вот такие тоненькие кружочки. Сейчас берем какую-то емкость, в которой вам будет удобно запекать вашу запеканку. Отправляем сюда картофель. Солим по вкусу. Перемешиваем. Сверху выкладываем обжаренную до полуготовности курицу. Максимально мелко нарезаем лук. В сметану отправляем наш лук. Добавляем сюда горчицу. По желанию чеснок. И это все хорошенько перемешиваем. Выкладываем такую нашу заливку поверх мяса и хорошо разравниваем. Нарезаем помидоры. У меня такие маленькие, я буду просто пополам. Если у вас обычные помидоры, нарезайте их кружочками толщиной где-то 3-4 мм. Выкладываем наверх помидоры. Все, можем отправлять в духовку, разогретую до 180 градусов, вверх-вниз без конвекции, приблизительно на 50 минут. Ориентируйтесь по своему картофелю, попробуйте. Если картофель готов, все, значит все в порядке. Курица к этому времени уже приготовится. При необходимости на каком-то этапе можно прикрыть фольгой. Где-то за 7 минут до готовности мы будем натирать сыр и посыпать сверху. Сейчас посыпаем сыром корочку и отправляем в духовку еще на 7-8 минут, чтобы получилась такая сырная корочка. Вот такая замечательная куриная запеканка у нас получилась. Обязательно приготовьте так, и курочка, и картофель получаются очень вкусными. Я первые 20 минут запекала без фольги, потом прикрыла фольгой. Вы также ориентируйтесь на свою духовку, чтобы не была курочка сухой. Спасибо, что были со мной. Готовьте обязательно этот рецепт. Если видео вам понравилось, не забывайте нажимать лайк. И если вы не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Мне будет очень приятно. Заранее вам спасибо. Пока-пока.